На голодном пайке уже 4 месяца сотрудники Львовского протезного завода не получают зарплату. Более того, предприятие отказалось от одного из самых важных направлений изготовления инвалидных колясок. И это при том, что спрос на продукцию колоссальный. В чем причина, знает Галина Якошко. Василий каждый год проходит лечение в реабилитационном отделении Львовского протезного завода. Ремонтирует протезы. У мужчины нет обеих ног. На целую Украину лишился один протезный, который выготовляет протезы с дерева и протезы с шкири по старой технологии. У меня я ходу на деревянных протезах, потому что мне ортокрилл не подходит так, как он вызывает мне аллергию. Таких, как Василий, здесь около 20 пациентов. Завод не только ремонтирует протезы, но и производит новые. Здесь работают медики и реабилитологи. Они помогают пациентам научиться снова ходить. Но персоналу не платят зарплату уже 4 месяца. Некоторые отчаиваются и увольняются. За это время завод потерял треть узкоспециализированных специалистов. Более того, предприятию пришлось закрыть один из важных цехов – изготовление инвалидных колясок. На его содержание не хватает средств, говорят областные чиновники. Временно исполняющий обязанности директора завода так объясняет ситуацию. Министерство соцполитики, на балансе которого находится завод, долгое время не утверждало процедуру заключения трехсторонних договоров между людьми с инвалидностью, местным управлением соцзащиты и заводом. Поэтому возникла задержка с финансированием. Я делаю спроби, чтобы мы дали кредит, но у банков есть свои аналитики для других. И нам они не пообещали сначала, а потом так не дали. Я еду сейчас в администрацию, там же будет начать вкладывание договоров, Мы сподеваемся, что не завершаем нового порядка, потому что будет погашено, заборгованность за вырубленные пристроения, которые входит в 10 миллионов рублей. А с другой стороны, что, соответственно, нового порядка, завод может вырабатывать любые свои вырубки и конкурировать на всем рынке. Когда работники протестного завода получат заработанные деньги? С этим вопросом мы обратились в Министерство социальной политики и даже звонили министру Андрею Реве лично, но ответа пока не получили. Галина Якушко, Юрий Голубинко, подробности, телеканал Интер, Левов.